Площадь ромба равна 120 сантиметров в квадрате, а его диагонали относятся как 5 к 12. Найдите периметр ромба. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Четырехугольник ABCD ромб. Площадь ромба равна 120 сантиметров в квадрате. Диагональ BD, так относится к диагонали AC, как 5 к 12. Найти периметр ромба. Периметр ABCD неизвестен. Напишем формулу площади треугольника. Площадь треугольника равна полупроизведению основания на высоту, проведенную к ней. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим площадь ромба. Площадь ромба ABCD можно записать как сумма двух площадей. Площадь треугольника ABC плюс площадь треугольника ACD. Рассмотрим площадь треугольника ABC. Площадь треугольника ABC будет равняться полупроизведение основания AC умножить на высоту, проведенную к ней, на BO. Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Площадь треугольника ACD будет равняться 1,2 основания AC умножить на высоту, проведенную к ней, на DO. Подставим наши площади в ранее написанное вражение для площади ромба. Тогда площадь ABCD будет равняться 1,2 AC умножить на BO, это площадь треугольника ABC, плюс 1,2 AC умножить на DO, это площадь треугольника ACD. Заметим, что мы можем вынести общий множитель 1,2 AC. Вынесем, тогда у нас получается 1,2 AC умножить на скобку. От первого слагаемого остается BO, а от второго – DO. Рассмотрим длину диагонали BD. Длина диагонали BD будет равняться BO плюс DO. Подставим ее в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается, что площадь ромба ABCD будет равняться 1,2 AC умножить на скобку, а скобку мы заменим на диагональ BD, ранее доказанную. Воспользуемся условием соотношения диагоналей. Диагональ BD так относится к диагонали AC, как 5 к 12. Чаще всего, когда дают такое соотношение, мы вводим переменную. Пусть длина диагонали BD равняется 5X. Тогда, чтобы сохранить соотношение, длина диагонали AC будет равняться 12X. Подставим наше обозначение в ранее написанное выражение для площади. Тогда у нас получается, площадь ромба по условию равняется 120 см в квадрате. И все это равняется 1,2 умножить на AC. AC это 12X умножить на BD. Это 5X. Сократим 12,2. И тогда у нас получается, 120 равняется 30X квадрат. Разделим полученное выражение на 30, чтобы выразить X квадрат. Тогда у нас получается, что X квадрат будет равняться 4. А откуда X будет равняться 2? Минус 2 нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной. Длина диагонали BD равна 5X. В нашем случае 5 умножить на 2. Будет 10. Длина диагонали AC равна 12X. То есть 12 умножить на 2. Посчитав получаем 24 см. Найдем длину отрезка BO. Длина отрезка BO равняется 1,2 диагонали BD. Так как точка пересечения диагонали параллелограмма делит диагонали пополам. Подставим сюда наше значение. Получается 1,2 умножить на 10. Посчитав получаем 5 см. Найдем длину отрезка AO. Длина отрезка AO равна половине диагонали AC. Или 1,2 умножить на 24. Посчитав получаем 12 см. Рассмотрим треугольник ABO. Треугольник ABO прямоугольный. Воспользуем сетя ремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть AB квадрат равняется AO квадрат плюс BO квадрат. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается, что AB квадрат равняется 12 квадрат плюс 5 квадрат. Выразим отсюда длину отрезка от B. Тогда AB будет равняться корень квадратный от 12 в квадрате плюс 5 квадрат. Посчитаем. 12 в квадрате это 144. 5 в квадрате это 25. И все это под корнем. Посчитав получаем корень 169. Извлекая его получаем 13 см. Рассмотрим периметр ромба. Периметр ромба ABCD будет равняться 4 сторонам AB. Так как в ромбе все стороны равны. Подставим сюда наше значение. Получается 4 умножить на AB. AB равняется 13. Посчитав получаем 52 см. Запишем ответ. Периметр ромба ABCD равен 52 см. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.